вот это находочка бела земля была там где сыгрались в этих монетах как в песке видите всем привет дорогие друзья вот сами видите мы приехали в лес лес который как говорят мои находки был свидетелем страшных событий тысячелетней давности так как он сами видите усеян наконечниками стрел копьями обломками топоров самими топорами просто даже не хочется представлять что здесь творилось в те времена всем приятного просмотра а мне пожелайте удачи погнали что друзья местность в которую мы двигаемся люди называют второе царство это здесь так местный нам подсказал в этом лесу было два типа царства одно это там где мы часто находили всякие предметы древности очень серьезные предметы видео есть вот тут или тут ссылочка я вам поставлю нашел закладуху древний схрон оружие топор и колчан а второе царство так как они сказали оно находится в другой стороне леса вот друзья это то что надо смотрите так как говорили что там вырубана очищена от деревьев сейчас леса и засажена люди не соврали сами видите место очень хорошие мы что-то найдем а я вам скажу одно не обманывайте жен потому что дорого заплатите вот смотрите какая керамика я после того выезда в лес когда жена не нашла ну ничего с грибов пришлось дважды возить на грибы да еще много чего был должен но грибы нашли когда поехали уже по назначению но при одном было условии никакого металлоискателя до местечко интересные что это такое вот смотрите я уже вижу это монета друзья смотрите она красавица торчит вот смотрите какая большая монетка класс 3 копейки 1875 год она такая рельефная ее даже не хочу тереть уже дома помою вот это прелесть смотрите шикарная какая айда красавица трешечка е.м. вот видите с женой помирился и находки пошли уже даже одно упоминание то шах я уже исправился после того такого хитрого коварного плана сами слышите вот видите фольга зараза это подтверждение тому что здесь что-то было вот смотрите первая керамика вот вторая сейчас ее ломаю покажу вам вот сами видите вот еще одна так что мы дорогие мои в правильном направлении и будем искать сегодня чернина но в таком прекрасном месте сами понимаете я буду копать все вот вот поехали дальше я помню я помню мне было три года но у меня батько у меня электриком был и я заразу веду до истины и он меня брал и я такой деякие сюжеты я запомнил и они ставили стопа этого мужика до млина и они нашли ящика с золотом ценный ящик с золотом? нет это мне бабушка рассказывает она еще есть такой был ящик обшитый с жестом и был замок они отбили а он был такой поделенный понимаешь на ячейки я понял я понял и этих электриков их долго не было потом они обратно но там было золото понимаешь слушай дальше и я так вот это всадил и сказал значит я там вживаю город сейчас и был пасинок где они нашли это золото вот того понимаешь просто был пасинок раньше деревьяные были еще наверху на пасинках бетонных и он такой боком лежал тот пасинок и он меня мешал там горать культивирувать и я его в этом году решил выкопать но он так копаный был несколько я нашел 9 монет серебряных серебряных? о а казалось это женщина она там живет что так вот этих монет белых было белая земля была там дети игрались в этих монетах как в песке ну что друзья слышали сами? значит мы скоро поедем копать клад не знаю что там накопаем по этих рассказах но я думаю что что то будет вот смотрите дорогие зрители то что и древние точно здесь жили это факт вот видите делали канаву для того чтобы сажать деревья и выковырили целую кучу древнего лепной глины опаленной на в он и и и и и и и и Вот такой сигнальчик. Что это у нас здесь? Да, конечно, я уже заинтересован в этом приключении. Вот такая вот пуля, друзья. Капец. Интересное место, правда, пока тишина. Только керамика и остатки древних жилищ. Вот решил я уже вот эти отвалы проверять. Вот у меня такой сигнал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! что это такое обалдеть вот смотрите вот это да это по-моему то ли накосник то ли еще что-то смотрите ай красавец вот это находочка то ли скифы то ли русь какие-то вмятинки как тиснение блин но я его хотя бы не погнул только посмотрите какая красота как его называют это безразмерное кольцо потому что оно разгибалась и принимала форму того пальца для которого там делалось я так думаю может ошибаюсь скажите в комментариях вот это да первый нормальный сигнал вот вам и отвалы какая-то ерунда венка упырышек какой-то медный топаем дальше слышите что это такое у нас громкий такой сигнал как я так думаю на монету похоже смотрите обалдеть древний скифский наконечник вот это да я в шоке блин класс вот эта красота обалденная вещь сейчас я перейду вот через эти заросли там есть такое как похоже как на какой-то ров то ли вал защитный и там будем ходить и конечно же множество всяких начинает сигналов попадаться сейчас выкопаем покажем шоу что здесь у нас попадается на этой территории вот смотрите какая-то пила точно не древние пошли дальше вот еще сигнальчик что там такое почему я прошелся что-то железное было а вот смотрите смотрите что я царапнул смотрите вот это друзья наконечник просто прелесть обалденный он целёхенький блин посмотрите какая красота видите вот то что я вам друзья и говорил что в этом лесу происходили очень страшные события в древние времена потому у меня и постоянно случаются всякие приключения когда я еду в этот лес реально можно на пальцах посчитать чтобы не было каких-то заморочек если направляться именно в этот лес копать вот сигналище маленький но сигнальчик слышите но я и если честно сейчас задумываешь об истории того дядьки вот смотрите древний кованый гвоздь видите возле самой почти речки по берегу ходим и вот у меня сигнал такой ну как такой чернина но чернина такая которую я не пропущу что это и вот опять или нет ложка а нет ножик кажись кажись друзья ножик смотрите или не ножик а ну сейчас а нет 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 это ху дорогие зрители вы стали свидетелем поднятия еще одного наконечника вы видите просто капец правда он такой тут уже как бы глина не сильно хороший сохран смотрите какой ног вот это капец да местные иногда не врут и к ним надо прислушиваться вот слушаем такой сигнал похож на гильзу реально как гильза вот и вот 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 да или гильза или может монитос а вот смотрите монитосик это ходячка 5 копеек до реформа тридцать второй год друзья 1932 год голодомор да сегодня такие находочки блин а как не смертоносная так года напоминающие тоже еще одной трагедии судя друзья с находок сами видите я думаю понимаете что здесь серьезный был замес те древние времена потому что столько стрел наконечников стрел я не находил ни в одном месте вот друзья мы снова вышли на это место лесничий с работниками уехали но после таких конечно истории у меня просто уже не не варит голова о чем-то другом как поехать на то место чтоб покопать и вот у меня друзья сигнальчик посмотрим что здесь какая-то фольга или еще что-то нет смотрите это просто свинцовая пуля вот такой сигнальчик похоже как дробь или тот наконечник может еще один ног который я нашел сегодня что-то на глубине что-то у нас здесь такое пескучие свинец какой-то расплющенный смотрите кусок свинца я думаю от пули а нет вот это да вот это друзья находка обалдеть смотрите лик святого это дорогие мои висловая печать я думаю да крест смотрите шок шок жесть 18 плюс вот это да правда конечно жаль маленькая точно вот просматривается лик святого вот дорогие зрители смотрите иду такой махаю клюшкой направлении машины и смотрите какой у меня сигнальчик выскочил внутри крестик я думаю что это возможно киевская русь но металл не тот у них оловянка было это уже медь я думаю средние века значит а какое ваше мнение будет вот видите зашел с той стороны накружлял 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 вышел с этой стороны сейчас глянем что-то у нас накопалось и будем ехать домой вот мой такие друзья у нас сегодня находки два на к 3 наконечника две монетки кусочек вислой зараза не уйдешь кладухи нет но я чувствую мы работаем в правильном направлении хорошая монетка просто будет прелесть если помою вы это все увидите ну что дорогие друзья вот и подошел к завершению наш сегодняшний выезд я надеюсь данное видео вам понравилось находки как сказать не всегда даже там золото копать еще главное что они есть есть такие что сегодняшнее вот это кольцо такое то ли накосник я реально впервые нахожу сока копаю я еще такого ну как бы не видел и сказать что это за кольцо я даже не знаю то ли скифы то ли киевская русь если бы не было того наконечника скифского я бы подумал что это русь а так как попался наконечник надеюсь на вашу помощь так что друзья если кто понимает знает что это такое обязательно отпишитесь и расскажите свое мнение так что друзья берегите себя всем крепкого здоровья и до новых встреч пока и